Алена Семеновская, как и положено, готовится к отпуску заранее. Девушка планирует вылет в жаркие страны, пока думает о Турции. Она решила оформить заграничный паспорт старого образца, при этом использовала портал госуслуг. Через госуслуги очень безумно удобно. Не выходя из дома, сюда пришла, потому что пригласили. В принципе, даже и время удачное есть. Хорошо, что можно выбрать время, на которое было бы удобно. Терминал дает выбор, скажем так. Сейчас 80% всех выданных загранпаспортов оформляются именно через госуслуги. Быстро, удобно и, что немаловажно, скидка на госпошлину значительная – 30%. Сейчас получить паспорт для вылета за границу можно в самом центре города, на улице Павлова, 52. Именно сюда переехало ведомство. Жители Московского района могут получить эту услугу в отделе по вопросам миграции. Прием ведется по предварительной записи, которую можно осуществить во время визита. Тогда нужно будет через терминал получить специальный пин-код, который необходимо будет ввести в день приема и получить талон. Или же через личный кабинет на портале госуслуги. Нужно зайти в личный кабинет, выбрать окошко услуги. Потом выбрать какой паспорт. Сроком действия 5 лет, 10 лет. Там идет потом категория по делению по категориям заявителей. Его недостигший 14 лет, несовершеннолетний с 14 до 18 лет или совершеннолетний, достигший 18-летнего возраста заявитель. Гражданин выбирает, что подходит ему. В дальнейшем он выбирает обратиться в ведомство. Потому что там два варианта – либо получить в электронном виде, либо обратиться в ведомство. Нужно выбрать обратиться в ведомство. И там уже предоставляется возможность предварительной записи на прием. Специалисты отдела уверяют, что граждан без записи также обязательно примут, но только в порядке живой очереди. В новом здании все предусмотрено для удобства посетителей. Здесь же находится компактный комплекс регистрации биометрических данных, благодаря которому можно сделать фото. Еще имеется сканер для снятия капиллярных узоров пальцев рук. Проще говоря, отпечатков пальцев. В этом году были внесены изменения в сроки выдачи заграничных паспортов. Сроки отчитываются с момента предоставления полного пакета документов и заявления. По месту жительства в течение месяца, по месту пребывания. То есть, если заявитель имеет место жительства в ином регионе, а обращается за предоставлением государственной услуги в Рязань, то в этом случае срок рассмотрения не должен превышать более трех месяцев. Напомним, чтобы получить загранпаспорт, необходимо подать заявление, оплатить пошлину. Ее размер зависит от того, какого образца вы хотите сделать паспорт – старого или нового – и предъявить документу дозаверяющей личность. С оформлением заграничного паспорта для детей дела обстоят немного сложнее. Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, нужно написать заявление от законного представителя, которым является мама или папа, опекун, попечитель или усыновитель. Свидетельство о рождении и документ о гражданстве – это может быть заграничный паспорт одного из родителей или внутренний паспорт. Если ребенку исполнилось 14 лет, пакет документов остается тот же, но к нему добавляется паспорт гражданина Российской Федерации самого ребенка. В случае с взрослыми получателями этой государственной услуги тоже есть нюансы. Если произошла смена фамилии или других личных данных, то заграничный документ автоматически считается недействительным. Еще одно нововведение – возможность оформления загранпаспорта нового образца, если срок действия старого еще не истек. Для удобства жителей региона в Скопине, Касимове, Шилове и Сасово появилась возможность оформления загранпаспорта нового образца в отделе по вопросам миграции. А старого образца можно получить в многофункциональных центрах. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».